Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан и сегодня у нас новенький, зовут его Пабло Варгас, это преподаватель по вокалу из Чили. Хочу сразу предупредить, что будет много пауз. Также хочу сказать, что когда преподаватель по вокалу пытается сымитировать голос Димаша, то есть спеть, пропеть что-то так же, как Димаш, он это делает не с целью, чтобы перепеть Димаша или показать, как он хорошо поет, он это делает для того, чтобы понять, что же делает Димаш, чтобы вот так вот это спеть. Надеюсь, вы поняли, что я только что сказал. Всем приятного просмотра. Как дела мои хорошие? Привет YouTube! И сегодня виртуально я буду здесь с вами, но в реальности нет, потому что в данный момент, когда вы это смотрите, я на своем дне рождении. На своем дне рождении. В общем, когда вы будете смотреть это видео, я буду праздновать свой день рождения. Дорогие друзья, так как я всегда стараюсь следить внимательно за вашими запросами, я всегда хочу быть в теме, чтобы наш канал продолжал расти и, конечно же, чтобы угодить нашим спонсорам, нашим подписчикам... Боже, какие подписчики! Подписчики! На тебе! На тебе! Моим подписчикам! Я записал это видео для вас, друзья. Оно будет о певце, которого я не знал. Многие подписчики писали о нем в комментариях. Я сразу же начал искать информацию о нем, и это была фантастика. Фантастика. Я никогда не слышал голос с таким широким вокальным диапазоном. И так до самых небес, до которых я уж точно не дотянусь. Друзья, я не слушал эту песню полностью. Я про SOS, потому что я хочу разделить пение этого экстраординарного парня с вами. Итак, друзья, давайте хотя бы попытаемся объяснить, что и как он делает. Именно этот вопрос волновал всех, кто запрашивал это видео. В этом видео я попытаюсь ответить на эти вопросы. Димаш Кудайберген СОС. Итак, во-первых, вначале он использует очень много воздуха. Я не знаю слова песни, но я попробую это повторить. Здесь много воздуха. И само собой разумеется, что когда поешь вот такие песни, необходимо выражать чувства. Необходимо передать смысл и контекст песни. Это не просто тра-ля-ля. Здесь необходимо выделить эти печальные моменты. Ведь название песни говорит само за себя. Я думаю, там кто-то нуждается в помощи. Поэтому нужно поместить себя в этот специальный момент. Уже отсюда он начал передавать нам смысл этой песни. Он использует столько всяких примочек. Здесь он поет немного... Как вы можете это услышать... Это почти как шепот. В самом начале он поет вот так. Ну а здесь уже... Я думаю, здесь немного больше вибрато. Извините. Здесь он использует двойное вибрато. Вот послушайте. Извините. Он не поет это вот так. Конечно, мелодия могла бы прозвучать и так. Но он настолько здесь все приукрасил. И это было красиво. Завершение. Вот это говорит о том, что у него просто гигантский вокальный диапазон. Потому что если ты поешь вот так... А потом ты вдруг поешь вот так... Это говорит о широком вокальном диапазоне. Ну что ж, я уже удивлен. И он проходит через... Я не знаю. Ну там минимум октава. Это был очень высокий голос в этой части. Не знаю. Это вроде грудной голос. А тут головной. Грудной, потом головной. И фа... И фальце... Так, дальше я не буду это повторять. Вы поняли, что печо это грудной голос, кавеса это головной голос. Кавеса это головной голос. Прекрасно. Я вот что не могу понять. Вот этот его высокий голос это грудной голос? Потому что, чтобы вот так невероятно спеть, это как же нужно тянуть свои голосовые связки? Или же это очень хорошо поставленный фальцет? Это же очень сложно. Я пытаюсь понять позицию его голоса. Как он это делает? Это волшебно. Здесь я уже не выгребу. С днем рождения. И меня вылечит. Его вокальный диапазон просто огроменный. Помимо того, что даже когда он делает остановки, это звучит красиво. Я думаю, что это головной голос. Еще раз. И опять. Какой же у него прекрасный фальцет. Это получается фальцет. И знаете, у него такие чудесные сами оттенки голоса. Пока что его диапазон находится в режиме покоя. В таком спящем режиме. Не больше. Потому что я знаю, что позже он удивит нас. Он еще поразит нас. Но то, что он сделал только что, я такого никогда не слышал. И это крайне тяжело найти человека, который может петь вот так низко и вот так высоко. Есть еще одна вещь, которая помогает вот на таких выступлениях. Здесь волшебный звук. Это заслуга звукоусиления, которое они используют в этой программе. Это говорит о большом уважении к певцу. Ведь музыка находится на одном уровне, а певец находится на другом уровне. И вдобавок ко всему, у него есть вот этот чудесный эффект эхо. И его голос звучит вот так. Его голос парит. Если бы он выступал где-нибудь, где были бы более строгие... Ту, как сказать? Вертится же на языке. Требования. Строгие требования по звукоизвлечению. Возможно, там ему было бы не так комфортно это петь. Это было бы так же красиво. Но звук был бы немного искажен из-за плохого звукоизвлечения. Умопомрачелительно. Я не знаю, это полный голос или это опять же фальцет? Мне кажется, это фальцет. Потому что округленным фальцетом у меня получается что-то похожее. Возможно, это так. Но я не уверен. Каждый может так. А вот здесь мы уже раскрываемся. Двойной вибрато. Вот четко. Чоп-четко. Здесь используется интонация голоса и, конечно же, двойной вибрато. У него получается намного чище. У меня выходит не так. И здесь он также использует прием, о котором я говорил в одном из своих видео. Я называю это якорем. Это такой голос. Такой живой фальцет. Задрали эти уведомления. Но у него красивее. Это полный грудной голос и двойной вибрато, которая придает вот эту мощь. И здесь он спускается вниз. Если внимательно рассмотреть вот эту часть, он поет ту же самую ноту. Он повторяет ее. Но здесь он использует другую технику. И вместо обычного... Сейчас он делает вот так. Я попытаюсь спеть это, чтобы вы заметили разницу. Я не знаю такую технику. И головным голосом я это точно не спою. А это головной голос. Который похож на головной голос из предыдущего момента. Но здесь он добавил к голосу больше силы. Это звучит потрясающе. Это что за звук из-под погреба? Ой-вай. Наумаскаровой? Впечатляюще. Это потрясающе. Потому что он только что был в самом низу. Вот эти его переходы делают этого парня величайшим. И потом опять этот воздушный голос. Исключительно. Смотрите, что он здесь делает. И потом он повышает интенсивность звука. Я понимаю, как он это делает. Что-то в этом роде. И вот это завершение. Только у него на октаву выше. Потому что вот эту ноту я уже точно не вывезу. Извините. Мне пришлось поставить на паузу, друзья. Потому что я что-то раскашлялся. И он продолжает использовать фальцет. Как здесь. Извините меня. Да что ж такое. Продолжим. А здесь это носовой голос. Мирин. Он также поет носовым голосом. Он повышает интенсивность. Используя крещендо. Поразительно. В Чили нас такому не учили. Здесь в его голосе столько силы и мощи. И столько вибрато. Это нота. А хрен его знает, что это за нота. У него, наверное, настолько гибкие голосовые связки. Да они просто резиновые. И тянутся до бесконечности. Потому что это был нежнейший вокальный регистр. Это что за у него там такой диапазон? Он поет любым голосом, которым хочет. Это удивительно. И это звучит вот так. Это звучит так, как будто что-то очень сильно растягивается. И потом заканчивается вот так. Потому что, чтобы достать вот эту ноту, он прилагает какие-то усилия. Как будто что-то такое гибкое натянули, и потом резко отпустили. Поразительно. А теперь мы возвращаемся к этому воздушному голосу. Послушайте эту часть. Воздух. Как будто бы у него не хватает голоса. Я не знаю. Это, наверное, было сделано намеденно, чтобы дать ему больше... Больше эмоций. Будто ему не хватает воздуха, и он имитирует плач. Но, может быть, и другая причина. Я объяснял это в своих видео. Когда вы слишком сильно напрягаете свои голосовые связки, то это дает о себе знать. Это как мелкая моторика. В своих видео я рассказывал об этом. Но я поделюсь еще раз для всех новеньких на канале. Вот представьте, что вы долгое время стучите молотком и напрягаете руку. Потом вас зовет мама и просит вдеть нитку в иголку. Ваша рука будет вот такой. Все это из-за мелкой моторики. С голосом происходит то же самое. Потому что если долго петь в таком же режиме, как он... Хотя ему, походу, пофиг мороз, он в октоберос. Но если там все-таки есть моменты, в которых он перенапрягается... Такие, как вот эта последняя свисковая нота. Слышали это в голосе? Эти сверхусилия заставляют его петь с этим воздухом. Много воздуха. Здесь он использует много воздуха, особенно в завершении. И опять это мощь. Шик, флаком, элитон. Я полагаю, это его нормальный голос. Это его нормальный грудной голос. Поэтому он звучит настолько мощно и гармонично. Чувствуется вот эта сила. Меня удивляет то, что он использует столько различных вокальных стилей. И это только в этом моменте. Он поет первую строчку в одном стиле. И уже следующую строчку в другом стиле. Для меня непривычно слышать такое. Великолепно! В начале это звучит вот так. Чи, ши, ла, ра. А здесь намного глубже. Это просто впечатляюще. Я честно уже не въезжаю. Потрясающе. Это впечатляет, потому что вместо вот этого он использует мощный головной голос. По всей видимости, мы подходим к завершению песни. Поэтому здесь он выпускает всю свою силу. Этот человек, которого мы слушаем, просто поражает. Это техника тяжелого рока. Вот так поют солисты хэви-метал. Из тяжелого рока. Пароход ему в рот. Это что-то с чем-то. Это немыслимо. Вся красота в том, что он будто парит над всеми нотами. Он как Супермен, который таскает тебя везде, где захочет. Он поет так, как ему заблагорассудится. Невероятно. Непостижимо. Это уже больше, чем потрясающе. И здесь он опять использует другой стиль пения. В целом, он делает вибрато. Но затем он добавляет больше мощи. И так до конца вибрато. Чудесно. Волшебно. По-настоящему впечатляющее. Народ ликует. Я не знаю, Димаш или Димас. Димаш Кудайбереген. Великолепный, невероятный парень. Который оставил меня с открытым от удивления ртом. Всем спасибо за внимание. У Пабло есть еще много реакций на Димаша. Кстати, этой реакции уже 4 года. Поэтому знает он о Димаше давно. И я думаю, мы его введем в оборот. И будем его переводить. Всех обнял. Всех люблю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!